Зима. Ясная погода и снежные пейзажи располагают к веселым играм, прогулкам и поездкам. А значит и у спасателей появляется дополнительная работа, с которой они должны справляться грамотно, а главное быстро. Для этого на базе Центра гражданской защиты регулярно проводятся учения. В этот раз они были посвящены двум актуальным зимним темам. Оказанию помощи при ДТП и спасению людей, провалившихся под лед. Давай в машину, проникай! Есть! Еще! Раз, два, три, назад! Скорость, с которой действуют спасатели, поражает. Но сами сотрудники Центра гражданской защиты отмечают, важно не только быстро отреагировать, но и выполнить все действия слаженно и правильно. Для этого спасательные бригады полностью укомплектованы всем необходимым специальным оборудованием. Оттягивай! Держи, держи, держи! Пошли, не бегу! В ходе учений и мероприятий по работе с жителями Щелково спасатели также делятся информацией об оказании первой помощи людям, попавшим в беду. Немаловажный момент в таком ликбезе объяснить, что делать до приезда спасателей и скорой помощи категорически запрещено. Ведь на кону зачастую человеческая жизнь. Представьте, что вы стали свидетелем ДТП, да, серьезно ДТП, человек зажатый, самостоятельно выбраться не может. Для спасения людей в зажатых машинах есть специальное оборудование, из которого в 90% вы не можете правильно оказать ему помощь. Ни в коем случае нельзя пострадавшего дергать, теребить его, пытаться его вытащить самостоятельно, потому что он может быть зажатый, у него могут быть повреждения позвонков, шейных отделов, да. И он, потом эти малейшие движения могут сыграть его на дальнейшую жизнь, то есть он может стать инвалидом, вот это, как говорится, лучший вариант, да, а худший вариант может быть в плачевной ситуации. То есть потом брать на себя такой груз не каждый человек сможет. Если человек провалился под лед, если вы не специалист в этом, не сможете, не знаете, как это все, оказать помощь, вызываете спасателей, если у вас какой-то наук есть, это аккуратно все, чтобы сомнение провалится. Если стоят вот такие таблички, тонкий лед, то на воду не рекомендуется выходить, это запрещено. Они не просто так стоят, потому что спасатели меряют толщину льда, смотрят и размещают такие таблички. При этом спасатели отмечают, что большая часть происшествий происходит из-за небрежного отношения к собственной безопасности самих людей. По-прежнему причиной большинства вызовов так или иначе становятся действия людей в состоянии алкогольного опьянения. Как показывает практика, что большинство всех этих случаев происходит из-за того, что люди недосмотрели. Буквально на прошлой неделе я брал статистику, были моменты, когда люди там были возгорнены в квартирах, люди сцепили сигареты. Раза три ребята мои успевали через крышу, через дверь залазили и спасали людей, они стали все живы. Это очень важно. Но то, что происходит на дорогах, как правило, большинство ДТП это халатность людей. Надо быть внимательны к себе и тем, кто рядом с вами. Зимой помощь нужна не только жителям округа. Животным в морозы тоже приходится не сладко. Не так давно в центр гражданской защиты обратился ребенок, нашедший прямо на центральной площади города замерзающую утку. Спасатели и тут не остались равнодушными. Отвезли птицу к корнитологу, выходили и после лечения выпустили на волю. Выпускаем? Да? Еще как минимум месяц мы сможем наслаждаться морозным воздухом и зимними красотами. Главное при этом не забывать о тех важных мелочах, цена которым иногда человеческая жизнь. Анна Коростелева, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.